Пограничный переход закрыт, продлили выходные, официальные за китайского Нового года. Вместе с тем, несколько десятков российских туристов не могут вернуться на родину. Как отметили в областном правительстве, это так называемые индивидуальные путешественники. Для помощи соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации на территории Поднебесной, открыта горячая линия. Обращения уже поступают. Стараемся более, с учетом индивидуальных ситуаций, по каждому такому обращению, давать консультации, ориентировать или уже на какие-то другие службы, которые могут оказать содействие в этом вопросе, или ориентировать на какие-то магистические решения. Пока идут все эти консультации, пока мы оцениваем ситуацию, все-таки для тех граждан, которые оказываются или уже оказались в этой зоне риска, все-таки посмотреть возможность и какого-то запасного, альтернативного варианта, возможности все-таки убытия через другие переходы. Вернуть своих туристов в Россию нужно туроператорам. В одной из крупных благовещенских турфирм сейчас решают вопрос. 29-30 января путешественников планируют вывезти в Благовещенск и Якутск. Вместе с тем корректировать работу пришлось и из-за коронавируса в Китае. Желающих именно сейчас ехать в КНР немного. Но продажу туров на ближайшие даты приостановили. В связи с отменой ближайших рейсов 29 января и 5 февраля, те, кто планировал на эти рейсы и требует стопроцентный возврат, мы, конечно, идем навстречу. Что касается дальнейших, здесь мы просим туристов идти нам навстречу и либо перебронируем на другие даты, либо перебронируем на другие направления. Но, в общем, всегда находим общий язык и каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке. Между тем, сегодня отмечается сезонный подъем вируса ОРВИ, поэтому все медорганизации области обеспечены необходимым запасом масок, одноразовых халатов и препаратов противовирусной терапии. Прорабатывается вопрос дополнительной резервной закупки расходников. Как отметили в Амурском Минздраве, ни одного случая коронавируса в регионе не было. Однако специалисты рекомендуют обращаться к медикам при первых симптомах болезни. В случае, если у вас все-таки высокая температура, есть анамнез, что вы были за границей, либо контактировали с больным, который приехал из-за границы, конечно, не нужно идти в поликлинику, в любом случае нужно вызывать на дом врача. Это будет врач неотложной помощи или врач скорой помощи, который уже на месте осмотрит пациента и сориентируется о порядке его ведения дальнейшего и лечения. К отрицательному развитию событий готовы в областной инфекционной больнице. В медучреждении сегодня способны диагностировать сразу ряд вирусных инфекций, в их числе гриппы А и Б, парагриппы, боковирус, метапневмовирус и коронавирус четырех подтипов. Всего здесь более 220 коек, примерно три четверти для детей. Отдельные палаты предусмотрены и для возможных пациентов с китайским коронавирусом. На случай появления таких пациентов или подозрения открыты полностью мельцеровские боксы. Оттуда сегодня выведены больные, они вот перед вами. Это имеется четыре бокса, один из них воздушно-капельный. Налажена отработана связь на сегодняшний день с поликлиниками, со скорой помощью. С 23 января при Амуре в режиме повышенной готовности особые меры безопасности действуют на всех международных пунктах пропуска. По информации Амурского Роспотребнадзора, с начала года на пунктах санитарно-карантинного контроля досмотрено более 70 тысяч человек. Въехало более 9 тысяч граждан Китая. Около 4 тысяч туристов вернулись из стран Юго-Восточной Азии и КНР. Всю информацию необходимо брать из официальных источников, от органов государственной власти, медицинских учреждений. Только официально. И она будет достоверна. Все остальные фейки, с которыми необходимо нам бороться, и мы по ним будем незамедлительно проводить проверки. Не вылечить, а не допустить попадания коронавирусной инфекции на территории области, считают амурские власти. Эти вопросы уже обсудили на совещании под руководством губернатора Василия Орлова. Тема безопасности достигла федеральных масштабов. Усилить меры профилактики и контроля на очередном заседании поручил полпредпрезидента Юрий Труднев. Надо убедиться в том, что существуют все формы контроля, изоляции этих людей и работы с ними с целью невозможности распространения инфекции. После посещения Китая в Амурской области выявлено 5 человек с признаками инфекции. Взятые пробы были отправлены в лабораторию. Известны по трём случаям подозрения на коронавирус не подтвердились. В целом на сегодня ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом в регионе стабильна. Тем временем грузопассажирские перевозки Благовещенск-Хэйхэ возобновятся с 1 февраля. Мы следим за развитием событий. Денис Сверденко, Владимир Петренко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.